В конфискованном особняке Куандыка Бешимбаева начали функционировать 11 кружков для местных жителей. Все они бесплатные. Теперь нам есть куда водить детей, при этом бесплатно. Сегодня первый день занятий, и мои дети просто счастливы. Особняк бывшего министра Куандыка Бешимбаева отдали детям. Сауна под шахматы, бассейн под хореографию. Загородный дом в поселке Каши, фигурировавший в уголовном делик с министра Куандыка Бешимбаева, сначала хотели передать поселковому отделу полиции. Но местные власти решили, что конфискованный в доход государство особняк переоборудуют под дом культуры. В начале сентября 2018 года двухэтажный дом по решению суда передали на баланс отдела культуры и развития языков Целиноградского района Акмолинской области. Это еще за прошлое преступление Бешимбаева. Когда он находился на высоком посту и брал огромные взятки, именно так сообщают журналисты. По задумке экс-министра здесь был бассейн, его накрыли и переоборудовали для занятий оркестра народных инструментов. Здесь была сауна, ее превратили в гардеробную, а комната отдыха стала кабинетом методистов. Руководитель отдела Айгуль Суинжанова получила на руки ключи от коттеджа и уже подхозяйски может показывать его всем. Журналистам в том числе. Корреспонденты Tngrenews.kz побывали внутри особняка, о котором так много говорили. Пока продолжались следствия и суд. Когда попадаешь в огромный дом, сразу ощущается запах дерева. Двухэтажный коттедж полностью построили из сруба. Общая площадь здания, внимание, целых. Пятьсот двадцать квадратных метров. Руководитель отдела культуры и развития языков Айгуль Суинжанова и будет в дальнейшем курировать работу Дома культуры. Сруб останется, но дизайн мы хотим поменять. Но все будет зависеть от финансирования, сколько нам выделит денег из бюджета, рассказала тогда журналистам представитель Акимата, показывая дом. Здание полностью передали нам, но проблемы только с земельным участком. Он оформлен на родственников фигуранта дела. В дальнейшем будет решаться вопрос. Пока же земельный участок не перешел к нам, только здание, рассказывала Айгуль Суинжанова. Элитный охотничий домик осужденного экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева превратился в сельский клуб. Роскошные спальни, бассейн, баня, комната отдыха и караоке – все это теперь обычные помещения, где местные жители будут играть в шахматы, петь песни и танцевать. Руководитель отдела вспоминала, в каком состоянии изначально находился загородный дом. Полсотни работников районного отдела культуры дважды приезжали сюда, чтобы навести порядок. Это сейчас здесь чисто. А раньше провода все были оторваны, косяки торчали. Наши работники здесь все привели в порядок. Я даже не могу сказать, кто все разгромил. Нам передали дом в таком состоянии, что часть мебели была сломана, часть разобрана. Два года здание пустовало, отметила Айгуль Суинжанова. Часть уцелевшей мебели и предметы интерьера останутся в Доме культуры. На первом этаже загородного дома есть бассейн. Новые владельцы здания решили засыпать его, превратив помещение в зал хореографии. В самой большой комнате, где экс-министр, вероятно, планировал встречать гостей, расположился концертный зал. На этой сцене будут выступать местные таланты. В будние дни ее разберут, чтобы дети занимались танцами. Уберут и эти стулья, срапины на которых выдают, что теперь это муниципальное здание, а не вип-коттедж. О том, что здание государственное теперь выдает и символ программы модернизации Рухани Жангуру. В бассейне вода стоит уже два года. Зимой она замерзает. Спустить ее нельзя, канализация здесь не работает, септик тоже забит. Сейчас Аким района. Решает вопрос, в первую очередь нам нужно восстановить электричество. Здесь есть задолженность за свет, около 120 тысяч тенге. Нужно подключить отопление, электрические кабели разорваны, отмечала руководитель отдела культуры и развития языков Целиноградского района. Сауну планировали переоборудовать для секции по шахматам и шашкам. Мы думаем, что около двухсот детей будет сюда приходить на различные кружки, хотим открыть порядка десяти. У нас в этом районе две школы, детей много, комментировала Айгуль Суинжанова. На первом этаже также расположена небольшая кухня. Хозяева объекта уже провели инвентаризацию. На втором этаже коттеджа есть еще три комнаты и терраса. От прежних хозяев здесь практически ничего не осталось, только два трюмо из красного дерева и стильные вазы. Ко времени въезда администрации в сентябре здание находилось в полном беспорядке. Новые хозяева недоумевают, кто и зачем разобрал всю мебель в спальных комнатах. Эти шкафы разобранные стояли, где-то лежали. Или кто-то что-то искал, или специально все сломали. Из дома мы столько мусора вынесли, чучело всякие, оленьи рога даже были. Все вывезли на свалку. Все более-менее уцелевшее осталось тут. Если шкафы можно будет собрать, то оставим. Будет куда одежду вешать, где принадлежности различные хранить, рассказывает Айгуль Суинжанова. Все же некоторые предметы интерьера сохранились и выглядят совсем как новые. Мы сделаем косметический ремонт. Больших денег не требуется. Нам дадут порядка 20 человек, художественные руководители, музыкальные руководители, хореографы. Если еще комнаты останутся, мы планируем библиотеку открыть. В Каши библиотеки нет, продолжала рассказывать о планах Айгуль Суинжанова. Провели большую работу по восстановлению теплоэлектроводоснабжения. Здесь с 1 января откроется сельский клуб для жителей села Хоша. Как отмечала тогда руководитель отдела культуры, как только в доме проведут электричество, отопление и воду, здание откроет двери для посетителей. Пока же рабочим дома культуры предстоит навести порядок в коттедже и вокруг него. Обойдя дом вокруг, мы насчитали пять входных дверей. На древесине, из которой построен дом, также замечены трещины. На заднем дворе есть небольшой жилой дом, судя по всему, для охраны. С территории дома еще не вывезли весь мусор. Судя по коробкам, в доме было много техники, но сейчас никто не знает, где она. Неизвестно и то, кто сломал электросчитовую. На ремонт и восстановление коттеджа потратили несколько месяцев и 10 миллионов тенге. 5 миллионов из районного бюджета и остальную половину вложили спонсоры. Значительная сумма, но очевидно, в разы меньше, чем стоимость самого дома. Около 300 тысяч долларов, который, по версии суда, был построен на откаты и взятки. Когда встал вопрос, какой сфере передать объект, мы тоже настойчиво просили, чтобы нам дали. Департамент внутренних дел области тоже приезжал, хотели, чтобы здесь было отделение полиции. Аким думал, кому отдать. Но так как очага культуры нет, поток миграции большой в этом селе, решили, и мы сами проявили инициативу, чтобы здания передали отделу культуры и развития языков, резюмировала руководитель отдела. Новый дом культуры в Каши планировали открыть в торжественной обстановке ближе к концу года. На открытие тогда пообещали пригласить и журналистов. Особняк в поселке Каши фигурировал в уголовном деле кс главы нацэкономики Куандыка Бешимбаева. Бывшего министра в то время осудили на 10 лет. Как отметил судья после вынесения приговора, в суде было доказано, что именно Куандык Бешимбаев контролировал строительство загородного дома. Икором в охотничьем доме должны были стать головы животных на стенах. В доме были три спальни, бассейн, баня, комната отдыха и караоке. Сейчас комнаты превратились в библиотеку, шахматный клуб и кружок рисования. Ранее в суде отмечали, что строительство загородного дома под Останой обошлось в 293 тысячи долларов. Сам Куандык Бешимбаев на процессе заявил, что коттедж строился в склачену с его партнерами и лично ему дом не принадлежал. Двухэтажный коттедж, который фигурировал в деле кс-министра национальной экономики Куандыка Бешимбаева, находится в 25 километрах от столицы. Суд конфисковал его в доход государства. Конфискованный дом, как признавались в сельском Акимате, стал самым дорогим объектом среди тех, которые числятся у них на балансе. По данным прокуроров, его строительство обошлось прежним хозяевам в сумму свыше 60 миллионов тенге. Следов от помещений для релаксации и вовсе не видно. Такому преображению рада не только администрация, но и сельчане. На участие в кружках поступило уже больше 20 заявок. Сейчас мы принимаем заявки от сотрудников для участия. Будем проводить вашу конкурс, потому что очень много желающих. В так называемом охотничьем домике есть три спальни, терраса, баня и бассейн. Отметим, участок был оформлен на тещу кс-министра национальной экономики Куандыка Бешимбаева. Оформить сам дом не успели, начались судебные тяжбы. Напомним, по громкому коррупционному делу проходили 23 человека. Реальные сроки заключения получила только половина участников процесса. 11 из них обязали выплатить в казну государства многомиллионные штрафы. Сам Куандык Бешимбаев получил 10 лет лишения свободы за получение взяток и хищение миллиарда танге при строительстве стекольного завода. Об этом сообщает издание «Казахстанская правда». Был такой печально известный министр пропаганды в нацистской Германии в 30-х годах. Вот его знаменитое выражение было таким «Чем ужаснее будет наша ложь, тем легче в нее поверят люди». Вот так и получается в моем деле. Чем ужаснее ложь, которая распространяется, тем легче людям в нее поверят. Миллиард тенге, друзья, космическая сумма. И это все было за 6 лет до того, как Куандык Бешимбаев опять попадет в громкий скандал в связи с убийством своей гражданской жены Салтанат Нукеновой. Я осознавал, что с учетом развернутой в соцсетях СМИ компаний по разжиганию ненависти ко мне, искажения обстоятельств дела, очернению меня, моей семьи, я рискую, что любой присяжный будет заранее предубежден против меня. Несмотря на это, я и мои защитники решили пойти на открытый для СМИ суд и с участием присяжных заседателей. Друзья, если вы по каким-либо невероятным причинам не слышали о том, что натворил Бешимбаев и о его темном прошлом, то я очень советую вам перейти на наш канал и посмотреть видео по делу Бешимбаева. Специально для вашего удобства у нас есть отдельный плейлист данного дела. У нас есть видео не только про его страшную историю с Салтанат, но и про его прошлое, про его бывших жен, про его самую первую жену и то, что с ней случилось, про его вторую жену и ее заявление об абьюзе бывшего мужа. В общем, все в мельчайших подробностях. Ждем вас на нашем канале. Я преследовал только одну важную для себя цель. Донести хотя бы до 10 человек правду о том трагическом вечере и о наших салтанат отношениях. Волею Всевышнего так вышло, что вы на этом суде стали моими судьями. У меня нет слов больше. Надеюсь, они найдутся у вас, потому что нам очень важно увидеть ваше мнение на то, что вы сегодня увидели и услышали. Напишите в комментариях, как вам особняк Бешимбаева и правильно ли сделали, что теперь там занимаются дети. Мы ждем ваши мысли, друзья. Если вы верите в высшее начало, в Бога, а я верю, то Он нас испытывает, хотим мы того или нет. Поделитесь этим видео со своими родными и друзьями. Пусть они также выскажут свои эмоции. Поддержите наше видео лайком и комментарием. Я оскорбил все лучшее, что есть во мне, что есть в каждом из людей. Я это глубоко понимаю, переживаю, раскаиваюсь, каюсь в этом каждый день. Самое главное. Не забудьте подписаться на наш канал Ди-Подкаст, чтобы больше никогда не пропускать наши свежие ролики. Спасибо вам и храни вас Бог. Твердо знаю, что я никогда никому не желал, не желаю и не пожелаю смерти. Никогда ни в один момент того вечера я не желал смерти своей супруги. Я не предполагал такого исхода.